МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крым отмечает седьмую годовщину со дня исторического референдума, который привел к воссоединению полуострова с Россией. Поздравляю всех с большим уважением, еще раз и всем крымчанам, нам развития, процветания российскому Крыму. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента, который работал на украинские спецслужбы и готовил подрывные акции. В Горсовете Симферополя опровергли информацию о банкротстве Каграда. Тем не менее, предприятию задолжали крупную сумму. Предприятие полноценно выполняет свои обязанности. Я думаю, что кто вам сказал, это неверно, не может, оно быть банкротом. Это целая процедура. В роддельном доме номер два в Симферополе состоялся запуск современной кислородной станции, которая будет бесперебойно вырабатывать кислород объемом 200 литров в минуту и снабжать 91 точку роддома. Это количество выработки кислорода в минуту, это 200 литров в минуту, это первое преимущество, и второе – это экономия средств. Ровно семь лет назад, 16 марта 2014 года, на полуострове прошел судьбоносный референдум, где крымчане единодушно отдали свой голос за воссоединение Крыма с Россией. Сегодня в Симферополе возложили цветы к памятнику народному ополчению всех времен, которые открыли еще в 2016 году. А в стенах Госсовета состоялось уже традиционное торжественное собрание. Слова поздравления и благодарности выразил глава республики Сергей Аксенов. Семь лет пролетело, ну, не знаю, как одна минута, можно так сказать. Вот отчетливо помним те события, которые происходили в 2014 году, семь лет назад. Вы знаете, был такой драйв, вот на самом деле такое ощущение чувства справедливости, чувства участия в историческом процессе, ну, вы знаете, даже спать не хотелось. Поздравляю всех с большим уважением, еще раз говорю, всем крымчанам. Нам развитие, процветание российскому Крыму. Украинские власти, вы видите, принимают решение о том, что отмечают день оккупации. Могу сказать, отмечать о нем будет всегда. По традиции на собрании заслуженные работники разных сфер получили от Сергея Аксенова и Владимира Константинова награды и благодарности за достижения и работу на благо республики. За семь лет в Крыму изменилось многое. Появился новый международный аэропорт, был построен Крымский мост, трасса Таврида, современный медицинский центр имени Симашко и другие объекты, важные для жителей республики. За эти годы Крым успел пережить энергоблокаду, а сейчас борется с кризисом водоснабжения. В правительстве республики уверены, что со всеми трудностями Крым справится. Пришло восстановление Крыма, хорошие, большие перемены. Мы не ждали этих перемен. Это стало сюрпризом. Все эти преобразования, которые не вписываются в голову обычного рядового крымчанина, мосты, дороги, школы, садики. Тысячи проектов сегодня реализовывает правительство, возглавляемое Аксеном Сергеем Валерьевичем. Одновременно тысячи, представляете, таких перемен Крым не знал со времен Великой Отечественной войны. Вот таким образом мы меняемся. В торжественной обстановке в стенах Госсовета выступили артисты. С поздравительной речью в адрес Крыма высказались и политические деятели. Республику посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и выступил с поздравлением. В формате видеороликов слова поддержки прозвучали от губернаторов других регионов России. Кроме этого, ко всем жителям республики обратилась председатель Федерального собрания России Валентина Матвиенко. И выразила уверенность в том, что Крым и дальше будет процветать в составе государства. И самые смелые наши планы, уверенно, будут успешно реализованы. Для этого есть все возможности. Есть поддержка президента России, правительства, парламента, всех субъектов Российской Федерации, всех наших граждан. Но основное, еще более укрепившаяся уверенность самих крымчан, настоящих патриотов своей земли в том, что семь лет назад был сделан единственно правильный выбор. Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем Воссоединения Крыма с Россией. Мы вместе навсегда желаем здоровья, мира и благополучия. По случаю праздника в центре Симферополя для горожан организовали уличную выставку «Семь чудес Крымской весны». На красочных информационных блоках можно почитать о всех положительных изменениях, которые произошли в республике за семь лет в Российской Федерации. Татьяна Ополева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агента украинских спецслужб Владислава Есипенко. По информации силовиков, он фотографировал и фиксировал на видео местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. Во время осмотра личного автомобиля мужчины было найдено и изъято самодельное взрывное устройство. По словам задержанного, информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента службы внешней разведки Украины полковника Кравчука. А самодельную бомбу, по его рекомендации, хранил машине для обеспечения собственной безопасности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В Симферополе горе водителя заключили под стражу за применение насилия в отношении сотрудника полиции. На днях в центре города правоохранитель стал свидетелем того, как женщина пыталась остановить двух посетителей кафе, которые покинули заведение, не расплатившись за счет, сумма которого составила свыше 20 тысяч рублей. Представитель исполнительной власти попытался задержать их, но нарушители не отреагировали и хотели скрыться на автомобиле. Нажав педаль газа, водитель прокатил оперативника на капоте по проспекту Кирова. Затем попытался сбросить его, увеличил скорость и намеренно столкнулся с попутной машиной. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело. На данный момент продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Председатель Симферопольского горсовета опроверг информацию о банкротстве предприятия «Экоград». Ранее новость об этом появилась в социальных сетях. По словам Виктора Агеева, несколько мупов действительно задолжали «Экограду» цитата «приличную сумму». Тем не менее, процедуру банкротства предприятие не проходит. Сотрудники работают в штатном режиме и стабильно получают зарплату. Предприятие полноценно выполняет свои обязанности. Я думаю, что кто вам сказал, это неверно, не может оно быть банкротом. Это целая процедура. И сегодня действительно мы занимаемся тем, чтобы вернуть те долги. Там есть долги и наших мупов, которые не рассчитались. Поэтому это целый комплекс вопросов, которые необходимо администрации будет решить. Ну, зарплату они получают, как бы вопросов нет, там не в этом дело. Там просто нет у них средств на ремонт, на заправку. От бюджета «Экограда» к казне крымской столицы. Симферопольские депутаты большинством голосов внесли поправки в главный финансовый документ Симферополя. Неналоговые поступления пополнили бюджет почти на 178 миллионов рублей. Эти деньги уже направлены в департамент городского хозяйства на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, часть средств расходуют на сферу образования. Удалось направить средства на текущий ремонт кабинетов и помещений Симферопольской академической гимназии в объеме 7,6 миллионов. Капитальный ремонт пришкольного стадиона образовательной школы «Детский сад» номер 15 в объеме 5,4 миллиона. Капитальный ремонт ливневой канализации в объеме 3,1 миллиона в районе дошкольного учреждения «Антошка». Проведение тренировочных мероприятий, соревнований спортивной школы по легкой атлетике в объеме 3,7 миллиона. Кроме того, дополнительно будут направлены деньги на строительство приюта для животных и ремонт бассейна спортивной школы номер 4. За бюджетные деньги школа-гимназия номер 10 и 28-е учебное заведение смогут установить ограждения. Библиотеки имени Катюбинского и Жуковского получат средства на капитальный ремонт. Текущий ремонт смогут провести в тире 40-й школы. 6,8 миллиона в целом было направлено на проведение технической кадастровой паспортизации объектов уличной дорожной сети, капитальный ремонт 9 многофункциональных игровых спортивных площадок, капитальный ремонт системы отопления внутридомовых сетей, здания и общежития, проведение экспертизы. Как и большинство сессий, а тем более праздничных, не смог не закончить творческий один из депутатов. Валерий Ильичев уже по традиции своей фирменной манере прочел стихотворение собственного сочинения. В марте наша годовщина, референдум дал отсчет. Нас российская машина за собой вперед ведет. Крым навек соединился с кровной матушкой своей. Сколько лет с врагами бился, мчался к гавани скорей. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. За 15 марта в Крыму обследовали 545 человек на коронавирус и выявили 54 новых случая заражения. 11 из них – бессимптомная форма. 37 случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 15 обнаружили среди контактных и еще два – завозные из-за границы. За сутки скончались 4 человека. На сегодняшний день от ковида в республике умерли тысяча пять крымчан. За весь период пандемии в Крыму зарегистрировали более 36,5 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели свыше 33,5 тысяч жителей республики. Правоохранительные органы Крыма продолжают бороться с преступниками, а на помощь приходят неравнодушные граждане. Сотрудники МВД наградили жителя Симферополя, который помог задержать подозреваемого в разбойном нападении. 5 марта 32-летний житель Джанкойского района напал на женщину и под угрозой применения ножа вырвал у нее из рук сумку. Неравнодушный симферополец Руслан Дудник поспешил на помощь, догнал и удерживал преступника до приезда полиции. За помощь Руслану вручили благодарность от МВД. Кроме этого, в ночь на 16 марта в Джанкое произошла погоня между сотрудниками ГИБДД и нетрезвым водителем. 40-летний житель поселка Азовское не выполнил требования полицейских об остановке и проехал мимо. Наряд ДПС начал преследование. Во время погони водитель многократно и грубо нарушал правила дорожного движения. В Джанкойском районе нарушителя удалось задержать. За вождение в нетрезвом состоянии мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей. В отношении нарушителя составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За невыполнение требований об остановке за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. За проезд над запрещающий сигнал светофора и за управление транспортным средством, не имеющим на то права. Водитель был арестован на 12 суток, а транспортное средство задержано на штрафплощадку. Кислород является неотъемлемой частью в работе родильных домов и больниц. Однако мощности старых кислородных систем не способны подавать воздух во все помещения. Именно поэтому в роддоме номер два в Симферополе дали старт работе современной кислородной станции, которая бесперебойно будет снабжать 91 точку. Кислород будет поступать в операционные, родильные залы, палаты интенсивной терапии и другие помещения в объеме 200 литров в минуту. Теперь официально родильный дом номер два, как юридическое лицо, является единственным в Крыму, у которого есть такая система. Есть два глобальных преимущества. Это количество выработки кислорода в минуту, это 200 литров в минуту, это первое преимущество. И второе – это экономия средств. Мы не будем теперь закупать баллонный кислород или другой кислород, оплачивая ежемесячно за то, что этот кислород будет находиться у нас. На сегодняшний день, спасибо Всевышнему, из воздуха делается кислород и подается в родильный дом. Кислородная станция отечественного производства полностью автономна и независима от источников питания. Нажатием одной кнопки она способна производить кислород в нужном объеме в зависимости от потребления. Полученный из атмосферы воздух консерватор перерабатывает с помощью химических реакций в кислород и далее подает его в конечные устройства – дыхательные маски, операционные консоли, аппараты ИВЛ и другие. В них содержание кислорода составляет 95%, что является достаточным показателем для поддержания сатурации у человека. Потребность такой станции возникла еще с момента основания здесь роддома, но более остро она ощущалась в прошлом году и не только для роддома, но и других учреждений, в которых создали ковидные госпитали. Вообще эта станция необходима была с момента рождения этого здания, то есть с 1982 года. Но по ряду причин. Раньше не было такого оборудования, затем не было средств. И я считаю, что это абсолютно правильное решение, что подстанция находится именно связанно с этим роддильным домом. В этом роддильном доме в 2019 году произошло больше всего родов в Крыму, поэтому решение непонятно, почему Совет Министров и Министерство Создравления остановилось именно в нашем роддильном доме. Строительство станции доверили узкопрофильным специалистам из Санкт-Петербурга. Работа потребовала не только опыта и профессионализма, но и выполнения в сжатые сроки. Подрядчику хватило буквально двух месяцев, чтобы установить станцию, смонтировать трубопроводы и произвести тестирование системы. При этом рабочий процесс происходил в сложных условиях. На момент строительства станции в роддоме находились пациенты с коронавирусом. Но, несмотря на это, подрядная организация продолжала свою работу ежедневно. Сложность была в том, что роддом переоборудовали в ковидный госпиталь, и нам приходилось одевать костюмы защитные, так называемые, СИЦ. И они доставляли нам довольно неплохой такой дискомфорт. В них было трудно делать монтаж и передвигаться. И при этом еще в нем достаточно жарко работать было. И плюс у нас еще были больные пациенты в палатах. Станция имеет три независимых источника подачи кислорода. Один основной, второй резервный на случай каких-либо технических сложностей в работе основного источника. А третий – рампа, которую будут использовать, если первые два источника выйдут из строя. Таким образом, работа будет осуществляться беспрерывно. Даже если возникнут непредвиденные ситуации, кислород не перестанет поступать в роддельный дом. На строительство кислородной станции было выделено 47 миллионов рублей. Сергей Аксенов определился с членами комиссии от правительства республики на конкурс главы администрации Симферополя. Соответствующий указ опубликован на портале правительства. В составе – председатель Совмина Юрий Гацанюк, а также его подчиненные – Любовь Ковалинская, Виктория Шишова и Константин Шулешко. Напомним, конкурс на замещение должности главы администрации города пройдет 29 марта. Прием документов от кандидатов завершится на 10 дней раньше – 19 марта. Начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя с контрольным визитом посетил стадион школы номер 38, где ведется капитальный ремонт. На территории одного стадиона проектом предусмотрено построить сразу три объекта. Основную часть составит поле для мини-футбола и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой. Остальная территория отведена для двух площадок, на которых будут заниматься воркаутом, играть в баскетбол и волейбол. Контракт заключили в декабре прошлого года на сумму порядка 29 миллионов рублей. В конце мая объект планируется полностью завершить. Подрядная организация выполнила демонтажные работы, выполнила устройство дренажной системы, ждала погоду более-менее сухую для того, чтобы выполнить вертикальную планировку. Она выполнила две площадки маленькие, которые под воркаут, волейбол и баскетбол. Они уже выполнены, подготовлены под устройство искусственного резинового покрытия.